Привет! Петербург, город на островах. И да, я капитан очевидность. Минутка занимательной математики у нас в эфире. Сейчас не как в 18 веке. Большая часть города, поскольку он очень большой, лежит все-таки на материковой части. Но весь центр, а это примерно 80 квадратных километров, лежит на островах разной величины. И среди них есть как искусственные, так и естественные острова. Ну, например, самые крупные, естественные, их примерно 30, из них мы знаем хорошо Васильевский, Петроградский, Крестовский, самые примечательные. Но были такие острова, которые появлялись в результате человеческой деятельности, то есть изменения русел рек и прокладки каналов. Например, рукотворными островами можно назвать Казанский или Адмиралтейский. Бывали такие случаи в истории, когда острова не появлялись и скорее исчезали. Например, у нас исчез остров Жадимировского. Он назван был так по имени купца, по фамилии точнее. И впоследствии его присоединили к острову Голода, и он перестал существовать как самостоятельный. Но такой остров, рукотворный, кстати, как Новая Голландия, возник. Но вот сегодня о нем я вам и расскажу. История Новой Голландии, история этого острова, это начало, соответственно, истории города и времена Петра I. Через год после основания Санкт-Петербурга основывают две верфи. Адмиралтейский двор и Галерный двор для постройки кораблей. Но, соответственно, для того, чтобы было проще доставлять лес. То есть бревна для постройки флота на верфи прорыли несколько каналов. И вот появляются Адмиралтейский канал и Крюков канал, которые сейчас этот остров и омывают вместе с рекой Мойкой. Она вот, кстати, по правую сторону, вот здесь Мойка протекает. Адмиралтейский канал, ну, по понятным причинам он так был назван, а вот Крюков канал был назван по имени Семена Крюкова, который руководил его прокладкой. В результате этих манипуляций с землей возник треугольный в плане остров, который назвали Новая Голландия. Дело в том, что в то время эта вся местность так называлась, то есть по названию местности назвали сам остров. Во-первых, использовали прообраз, скажем так, голландских верфей, где побывал Петр Первый. А во-вторых, здесь проживало и работало множество иностранцев, чем, в общем-то, и было обусловлено название данной местности. Долгое время Новая Голландия была отрезана от остальной суши, то есть мостов здесь не строили. Ну, по понятным причинам Петр Первый, он, в принципе, не любил строить мосты и приучал своих подданных к большой воде, да и к малой тоже. Поэтому обычные люди сюда, в принципе, попасть не могли. Естественно, возникло множество сюжетов, мистических легенд о том, что могло происходить в этих сараях, в этих пакгаузах, которые находились на Новой Голландии. 1735 год, в Адмиралтействе пожар. Тогда вся центральная часть города была построена из дерева, поэтому задорно выгорали целые кварталы за несколько часов. Выгорела морская слобода, район конюшенных улиц и не только. После чего городские власти приказывают строить в центре города исключительно из камня, а лес, то есть бревна для постройки кораблей, хранить на отдельных островах или буянах. И вот здесь, на Новой Голландии, устраивают именно вот такой склад для хранения бревен леса для флота. Архитектору Ивану Коробову поручают построить сараи, ну то есть пакгаузы. Кстати, корабельный лес очень долгое время у нас использовался не только для постройки кораблей, но и на продажу. Особенно во времена Екатерины II активно торговали нашим лесом. И что характерно, основным покупателем была такая морская держава, как Англия. Ее флот морской был построен в основном из нашего русского леса. Несколько позже архитектору уже другому Сави Чевакинскому поручают перестройку деревянных складов, строят каменные, более основательные строения. И если вот посмотреть, особенность этих проектов заключалась в том, что лес, то есть бревна для постройки кораблей должны были храниться вертикально, а не горизонтально, чтобы лес лучше сох. Вот почему эти здания достаточно высокие. Они и сейчас такие, скажем, внушительные по своей величине, а представьте, что в XVIII веке это просто были здания-гиганты. В XIX веке спрос на древесину для постройки именно флота снижается, потому что уже появляются новые технологии, корабли строят из стали. Поэтому пакгаузы на какой-то момент остаются невостребованными. Но, естественно, им нашлось применение, здесь стали хранить всякое разное, что относилось к морскому ведомству. И вообще эта территория очень долгое время была закрытой и использовалась самыми разнообразными военно-морскими службами и ведомствами. Кстати, в XX веке остров также был закрыт. Здесь находился архив морского министерства. А в 1915 году здесь построили на Новой Голландии радиостанцию, самую мощную на тот момент в стране. И вот 9 ноября 1917 года Владимир Ильич Ленин здесь с этой радиостанцией вещал рабочим, матросам, солдатам и вообще всем-всем-всем о том, что революция состоялась. Остатки этой радиостанции долгое время были, насколько я знаю, но в начале 2000-х годов их окончательно ликвидировали. Очень много разрушений на этом острове было в войну и блокаду, потому что он был закрыт, точнее он не использовался всем, было не до того. Ну а сейчас, сегодня, в наше время, здесь активно проходит реставрация, она еще не завершена. Здесь внедряется на острове такая концепция культурной урбанизации, города в городе. Это прекрасная территория для прогулок, развлечений с семьей и с друзьями, но особенно в летнее время, конечно же. Ну а возвращаясь к каналам, в середине 19 века, когда потребность доставлять лес сюда, к верфи, отпала, в таком промышленном, скажем так, количестве. Адмиралтейский канал оказался не нужен. На самом деле, небольшая часть этого канала осталась. Вот здесь как раз в этой части он протекает, а основная его длина была заключена в трубу и засыпана землей. Часть этих труб, кстати, сохранилась. И здесь, внизу, в переходе на площади труда, мы можем увидеть остатки этой трубы. И там же висит мемориальная табличка о том, что здесь когда-то проходило русло Адмиралтейского канала, а теперь на месте этого канала Конногвардейский бульвар. За моей спиной, по эту сторону Новой Голландии, протекает Крюков канал. И на другом берегу Центральный военно-морской музей. Когда-то это были морские крюковые казармы, и здесь проживали экипажи военных кораблей. Ну а сейчас это один из самых крупных музеев в нашей стране. Там, между прочим, хранится оригинальный ботик Петра Первого, тот самый дедушка русского флота. Между прочим, в Петропавловской крепости, в ботном доме, установлена его точная копия. Еще одна примечательная конструкция этого острова, ну, своего рода визитная карточка, это арка Вален-де-Ламото. Архитектор задумывал на самом деле построить две одинаковые арки, но денег хватило только на одну. По моде тех времен, это вторая половина XVIII века, построена эта арка. В то время модным было строить в стиле классицизма и использовать разнообразные элементы античности. Вален-де-Ламото привнес сюда вот такой элемент, в частности, как колонны. И вообще отсылка делалась зачастую к древним римским и греческим руинам. Ну, что-то такое отдаленно напоминает в этой арке. А вообще Вален-де-Ламото был любимчиком Екатерины II в смысле архитектуры. И он также проектировал фасады Новой Голландии, не только эту арку. Предполагалось, что все фасады, стены будут поштукатурены и покрашены, что было нормальным в то время. Но началась русско-турецкая война, деньги понадобились туда, а на строительство денег больше не осталось. И вот с тех пор и по сей день Новая Голландия краснокирпичная. Еще есть одна легенда о том, что Вален-де-Ламото передал проекты строительства подполковнику Герарду, который должен был руководить, собственно, самой стройкой. Но тот их потерял. И якобы он строил по памяти. В итоге все ему удалось. И Вален-де-Ламото, когда принимал готовую стройку, уже готовые объекты, у него замечаний не осталось. На Новой Голландии есть несколько знаковых адресов. Один из них за моей спиной. Это дом 12. Это тоже бывший пакгаус или склад. Его построили, правда, несколько позже, чем основные корпуса в 19 веке, но выдержали стиль. А в 20 веке здесь внутри находился цех текстильной фабрики. Сейчас здание отреставрировано, и считается, что окна и двери отреставрированы по историческим чертежам так, как они выглядели раньше. А еще здесь есть пруд под названием Ковш. Вот он. Дело в том, что когда на Новую Голландию доставляли лес, то есть бревна, они сначала проходили каналы, затем попадали в дополнительные каналы, которые были прорыты на территории острова, сейчас их нет, и попадали в пруд, так сказать, в основной накопитель. Вот сюда. А берега этого пруда когда-то были, сейчас они гранитные и достаточно крутые, а когда-то они были пологие и выложены булыжником. Это было сделано специально для того, чтобы было проще доставать бревна из воды, их тащили волоком. Ну и уже дальше распределяли по пакгаусам. Один такой сарай, пакгаус, вмещал бревен, которых хватало для постройки 15 кораблей. Ну а еще здесь когда-то находился запасной дворец Петра Первого на острове. Он в нем жил, когда приезжал инспектировать галерную верфь. Рядом с этим дворцом находилась небольшая заповедная рощица. И вот Берг, посол из Голландии, оставил небольшое воспоминание об этом. Обнесенная изгородью маленькая рощица, в которой Петр Первый обычно устраивал угощения после спуска галер на воду, он угощал вкусными блюдами и напитками за столом, накрытым под этими зелеными деревьями. Либо выставлял бутылки с вином и холодную закуску на лежавшие на земле доски и стоя угощался сам и почивал своих морских офицеров. Здешний дворец Петра считался летним, но после его смерти он оказался никому не нужен, был заброшен и постепенно разрушился. К сожалению, ничего от него не осталось. Но еще вот это вот прекрасный корабль, это детская площадка, правда сейчас она закрыта. Казалось бы, современная постройка, детская площадка, что в ней такого? А что-то такое есть, это восстанавливается точная копия фрегата Петр и Павел, который был построен во времена Петра, а точнее во времена Великого посольства. Вон то небольшое одноэтажное здание, это здание кузни. Ну, собственно, какое название, такое предназначение. Там когда-то была кузница. Здание это построил, руководил строительством инженер Посыпкин. А вообще, оно неоднократно меняло свое предназначение. Там помимо кузницы была еще и баня, потом прачечная, и даже в этом здании одно время солили мясо. Была теория о том, что здесь, на Новой Голландии, в пруду, который ковш я вам показывала, испытывали подводные лодки. То есть это был как опытный бассейн. Дело в том, что здесь, на острове, такой водоем действительно был, но это был не ковш. А еще один существовал вот здесь, на месте этой аллеи, когда-то был водоем. Тот самый опытный. Одно время на острове работал известный кораблестроитель Алексей Крылов, который исследовал и разрабатывал теорию непотопляемости корабля. И в этом пруду испытывали модели самых разных, достаточно известных кораблей. Например, броненосец «Полтава», крейсер «Россия», подводная лодка «Дельфин». И даже испытывали модель первого линейного ледокола «Ермак». А потом здесь же, на острове, находился целый научно-исследовательский институт военного кораблестроения. Вот еще одна из причин, почему этот остров всегда был закрыт. А в 1829 году решили построить на Новой Голландии тюрьму. Это было время правления Николая I. По проекту архитектора Штауберта построено вот это вот круглое в плане здание. Есть теория, что прототипом была тюрьма в английском городе Осборн. Тоже круглая, но это не точно. Тюрьма относилась к военному ведомству, и изначально здание называли в народе «башней». Но потом довольно быстро стали называть «бутылкой», и по сей день мы знаем это здание как «бутылка». Отсюда, собственно, та самая легенда о происхождении выражения «не лезь в бутылку». Ну что ж, на сегодня у меня все. Теперь, я надеюсь, что попадая сюда, на этот остров, и прогуливая здесь, вы будете гулять несколько более осознанно, зная о предназначении этих зданий и острова в целом. С вами была Ира Гид в шляпе. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо. Всем пока.